Аграрии завершили пассивные работы, а это повод для национального праздника Акатой. В эти выходные его отметили в Канажском районе. Для гостей подготовили развлекательную программу, выставку достижений и спортивные турниры. Лучшим из лучших по итогам весенней страды вручили награды. К этому дню ребята готовились не одну неделю. Сводный хор школьников муниципалитета – лучший номер концертной программы на празднике «Песни и труда». Энергетикой юных артистов заряжаются все, и даже депутаты. Все внимание гостей было приковано и к этому платью из газетной бумаги. Сегодня я иду на свадьбу к подруге, вот думаю, в этом же платье пойду. Так оригинально на Агадуи презентовала себя газета «Канашкень». К празднику здесь подготовили специальный выпуск о передовых хозяйствах муниципалитета. Чтобы стать к читателям ближе, в редакции осваивают и нау-хау. Теперь в тираж выходят и номера в формате дополненной реальности. Если специальное приложение на смартфоне привезти, отнесли к телефону, газету можно будет не только читать, но и смотреть, и выводить изображение и видео на телевизор. Очередными героями газеты станут обладатели госнаград. Трактористу-машинисту Валерию Артемьеву глава республики присвоил звание заслуженного механизатора Чувашия. В одном хозяйстве все время, 25 лет, разными должностями работал, начиная водитель, сварщик, энергетик. На Агадуи вручают награды и лучшим хозяйствам. В лидерах по итогам посевной агрофирма «Пионер». Здесь продолжают водить в оборот залежные земли. Залежные земли в этом году планируется где-то порядка 50-55 гектаров. Развиваемся, но хотим выйти на устойчивое развитие. У нас предприятие молодое. Михаил Игнатьев отметил, что нынешней весной аграрии поработали достойно. Всего было засеяно порядка 20 тысяч гектаров. Главная задача – собрать богатый урожай. Хочу особенности подчеркнуть. Развиваются очень хорошо личные подсобные хозяйства, которые обеспечивают сами себя продовольствием, а излишки продукции продают. Вот за этот ответственный, благородный труд хочу выразить слова благодарности. Пасмурная погода праздник не испортила. Здесь, на поле, вблизи деревни Осква, проходили турниры по футболу и борьбе кирежу. Гостей угощали национальными блюдами. Праздник земледельцев минувшие выходные отметили и в других регионах. Самара, Ульяновск, Санкт-Петербург – не только. География довольно обширная. В этих городах действует национально-культурная автономия. И уроженцы Чувашии стараются чтить свои традиции. Это один из старинных обрядов. Вот так наши предки сажали картофель. На поля выходили в национальных нарядах и с молитвами, чтобы лето было щедрым на дожди. Дальше только начали мужики сажать. Женщины – это только потом. Если дома хозяйства женщины не было бы, все равно начали, мужчин, соседей пригласили, из другой деревни пригласили. Вслед за канажцами на этой неделе Агадой отметят и жители других муниципалитетов. Дмитрий Говалев и Александр Петров. Республика.